За 7 месяцев этого года на территории обслуживания 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» произошло 10 происшествий с участием детей. 13 юных участников дорожного движения получили различные травмы. Ни один несовершеннолетний не пострадал, управляя скутером или мопедом. И это результат целенаправленной работы инспекторов подразделения. Подходят к концу летние каникулы. Дети за три месяца успели забыть не только школьную программу, но и правила дорожного движения. Сразу же обратить особое внимание, чтобы дети не приезжали в школу пока тепло на скутерах, на мопедах. По переходу проезжей части, фактически на территории 10-го батальона все пешеходные переходы переведены в соответствии с ГОСТом. 1 сентября экипажи ДПС будут работать рядом с образовательными учреждениями. В некоторых школах они продолжат нести службу и после Дня знаний. В Верхушково, Веденская и Татарки там будут выставляться инспектора. И Дубковская школа по четным числам будут выставляться инспектора. Остальные школы, которые за нами закреплены, сами понимаете, мы не можем везде выставить. 1 сентября будут инспекторы стоять, но остальные, это мы уже будем вам оказывать помощь, соответственно, как вам это будет нужно. Одна из распространенных проблем, сказывающихся на детской безопасности – транспорт, припаркованный возле учебных заведений. В случае необходимости экипажи ДПС будут выезжать на проблемные места. Профилактические беседы по правилам дорожного движения обычно проводят с учениками начальных классов. Однако 7, 8 и 9 классники попадают в ДТП чаще малышей. А это значит, что данной возрастной категории участников дорожного движения нужно особое внимание. Заместитель по безопасности 2-й Голицынской школы пожаловался. Часть пути в образовательные учреждения и из него почти у половины обучающихся проходят по проезжей части. Как можно решить вопрос или проблему, так скажем, удлинить тротуар до проезжей части, установить ограждение на этом повороте, начать нанести разметку пешеходного перехода. Во-первых, есть такая программа, программа губернатора Московской области. Это по безопасности. Соответственно, если вы сейчас, не дожидаясь 1 сентября, а вот именно сейчас начнете бить в колокола, мы со своей стороны, а вы со своей стороны, что участок, я понимаю, там небольшой, где-то метр может быть. Если вы сейчас начнете вот это бить, в администрацию стучаться, соответственно, я думаю, что 1 сентября они в состоянии это сделать. 17 и 18 августа состоится межведомственный прием образовательных учреждений района, в ходе которого проверяющие обратят внимание на пути подъезда к школам и садам, знаки, разметку и другие моменты, связанные не только с дорожной безопасностью детей. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.